Вообще сложный, конечно, вопрос. Люди бегут из стран, где полыхает война, в более благополучную Европу. И вы знаете, я не уверена, что европейцы радуют этому нашествию. Это другая культура, это другой менталитет, это другие обычаи, это просто люди, которые говорят на другом языке. С другой стороны, нельзя отгораживаться от мира. И, конечно, надо помогать тем, кому плохо сегодня. Возможно, не все оценят этот добрый жест со стороны европейцев. Они будут претендовать на какие-то более хорошие условия, более комфортную жизнь. А ведь в Европе выходцев из других стран очень много. Когда я впервые попала в Париж, я была поражена количеством негритянского населения, которое там проживает. Когда я спустилась в Париже в подземку, я увидела там огромное количество людей разных национальностей. С другой стороны, это хорошо, что люди, границы между странами начинают стираться. Может быть, мы к этому идем, когда не будет границ, когда люди все будут понимать и относиться друг к другу хорошо. Но ведь, вы понимаете, тоже в том же Париже сколько было волнений и волнений, которые устраивали выходцы из других стран и создавали таким образом большие проблемы для коренных жителей. Вопрос очень сложный. У нас, например, в нашей стране сейчас очень много представителей узбекской национальности. Что я могу сказать? Я не делю людей на национальности. Есть русские, которых я не уважаю, а есть узбеки, к которым я отношусь с большим уважением. Дело же не в том, где ты вырос и на каком языке это говоришь. Дело в том, какой ты человек. Мы все же созданы одинаково. У нас у каждого не два сердца, а одно и два глаза, один нос и, извините, две руки и две ноги. Мы похожи внешне. Иногда я вижу людей, допустим, какой-то национальности, ну, скажем, перуанец, а он вылитый какой-то русский крестьянин по внешности. Поэтому мне кажется, что вот это искусственное разделение людей на страны, на границы, которые между этими странами, это просто выгодно какой-то определенной части, ну, скажем так, олигархов. Ведь они всегда добиваются какого-то лидирующего положения, потому что у них есть деньги. Но если все будет идти мирным путем, если представители других стран не будут вести себя по отношению к коренным жителям агрессивно, некрасиво, если они будут уважать и почитать традиции той страны, куда они пришли просить убежище, тогда, наверное, будет все очень прекрасно. И надо изучать язык. Если, допустим, узбеки приезжают к нам, то многие из них говорят по-русски. Но это еще, знаете, отголоски советского времени. Тогда во всех странах, где живут люди других национальностей, республиках, учили русский язык. Поэтому я считаю, что если человек живет, скажем, во Франции, он должен знать французский язык. Если он в России, он должен знать русский язык. Ну вот так получилось, что международным языком стал английский, хотя в свое время на это претендовал и наш русский. Но я надеюсь, что со временем наш русский тоже займет свои позиции в мире. Но одним словом, люди должны оставаться людьми. И поэтому я понимаю проблемы, скажем, в Германии. У них же там тоже такое огромное количество выходцев из других стран. Но с кем-то они мирно уживаются, а кого-то они выдворяют из страны или сажают в тюрьму. Поэтому все зависит от того, какой человек, какие у него человеческие качества, какие у него достоинства, какой у него интеллект, какой у него ум, какое сердце, какая душа. Составляющих очень много. Но мне кажется, люди должны друг друга уважать, не воевать и жить в мире.